Всем привет, меня зовут Надежда, и вы на моем ютуб-канале Стардаст Гейхс. Сегодня мы будем проходить клуб романтики, а именно Я Хочусь на Тебя. У нас уже вторая серия. Бальные забавы обернулись трагедией. Неужели на тобой висит проклятие? Глава вторая. Это какое-то проклятие. Оглушенная ты подняла голову. Ты лежала в стеклянных осколках, оставшихся от огромной хрустальной люстры. В центре зала тряпичной куклы валялась неподвижное тело Александра. В какое-то время твой мозг пытался осмыслить все происходящее. Ты вдруг поняла, что кто-то трясет тебя за плечо. Агата, ты в порядке? Ты как? Ты повернул к нему невидящий взгляд, а потом... Ну, конечно же, конечно. Никак иначе, мы должны бежать к Александру. Упав рядом с ним на колени, ты быстро оценивала ситуацию. Крови не было, ничего не выглядело сломанным. Вдруг мужчина застонал, попытался перевернуться на бок. Ты испугнул, схватила его за пиджак и дернула вверх, помогая. Ох, Фан, ты решил утопить меня, женщина? Господи, ты жив! Ты бросилась ему на шею, едва не поскользнувшись на осколки люстры. Зови меня просто, Александра. Ох, ага, ты задушишь. Сбоку от себя приземлился Сэм, и, схватив мужчину за подборол, внимательно посмотрела ему в глаза. Видишь меня четко? Чуть размыто. Тошнит? Думаешь, я беременна? В каком году Наполеон пришел к власти? Иди нахрен! Шутит, значит, будет жить. Но, по-моему, у него легкое сотрясение. Надо вызвать медиков. В этот момент со всех сторон набежал местный персонал. Кто-то извинялся и проверял твое состояние, кто-то вызывал медиков, кто-то уже начал уборку люстра. Зволнованные Рейчел и хладнокровные Ева продирались к тебе через толпчею. Неужели они не остановят бал? Рейчел и Ева поддержали тебя, пытаясь увести из гуще толпы. Тебя захлестнуло суетой, понесло куда-то по завалу, а в голове вертелась только одна мысль. «Черт, он же бросился под ту люстру, чтобы спасти меня! А если бы не он, я бы... была бы мертва?» «Кому-то нужно поехать с Александром в больницу, до Фредерика не могу дозвониться. Я поеду. У тебя тут еще дела. Какие дела? У меня друг чуть не умер. Агата, не волнуйся, я поеду с ним. Если у Алекса будет что-то серьезное, я позвоню, и ты приедешь, хорошо?» Ева кивнула под твоим грозным взглядом. Рэйчел ободряюще сжала твои ладони и убежала к выходу, где уже толпились медики. Сэм тоскливо гляделом вслед. «Если бы я заметила эту люстру чуть раньше, чем он, все могло бы быть по-другому. А сейчас у нас было бы два полутрупа вместо одного?» Мужчина нервно выдохнул. «Сэм, Ева права. Вы оба пострадали бы». Сэм сжал руки в кулаки и целую минуту нервно молчал, глядя на дверь. «Суетившийся вокруг персонал с удивительной быстротой убирал остатки люстры. Глаза Сэма поднялись наверх к потолку. Я схожу, проверю крепление». «Что? Зачем?» «Затем, чтобы такие махины не падают, если им не помочь». «Ты думаешь, кто-то специально бросил люстру вниз? Но для чего?» «Мне тоже интересно». «Девочки, пожалуйста, присмотрите друг за другом. Я схожу, посмотрю на эту люстру и вернусь». Глядя ему вслед, Ева сунула тебе в руки бокал шампанским. «Выпей, тебе нужно прийти в себя». Ты поболтала бокал, наблюдая за тем, как пузырьки толпой рвутся на поверхность. «Ева! О, давай поговорим с Анной сейчас. Боюсь, потом у меня для этого не будет никаких сил». Брови Евы сочувственно дрогнули, но она тут же тряхнула головой. «Очень разумно, Гада, пойдем». Ловко огивая группки людей, вы двинулись в другой конец зала. За столиком Анны не было никого, кроме самой леди. «Мисс Харрис, Ева, я исключительно рада, что вы не пострадали». Она оглядела тебя с выглядом строгой на заботливой бабушке. «Вижу, вы умудрились даже не порвать платье». «Не веряя на везение, вы позволите присесть». Она, приглашающий, указала на стулья. «Ты села и сплела дрожащие пальцы на коленях. Вы потрясающе хорошо держитесь для человека, на которого только что чуть не упала люстра. Маленькие жизненные неурядицы. Нельзя позволять каким-то люстрам нарушать мои деловые планы». Проницательный взгляд женщины некоторое время сверлил тебя, потом Анна вздохнула. «Ты впечатлила Анну и заработала свой первый балл бизнесмена. У нас еще баллы бизнесмена будут». «Вы знаете, Агата, я безумно испугалась, когда эта люстра упала. Это ты-то, это тебя и так не испугаешь. Может, мы отложим переговоры на другое время? Боюсь, сейчас мне будет сложно сосредоточиться на делах». «Если бы она сказала, что я плохо выгляжу, и лучше мне пойти, я бы оскорбилась. Но на такое заявление даже нечего ответить. «Разумеется, миссис Попович, как я могу связаться с вами?» «Вам поможет Ева». Ты встала вежливо и улыбнулась в момент, когда ты собиралась уходить. «Я могу попросить у вас Евы на несколько минут?» «Да, разумеется». Удивленно глянув на помощницу, ты вернулась к своему столику. Шампанское в твоей руке мельно нагрелось, пока ты тупо смотрела в пространство, чья-то рука мягко легла тебе на плечо. Ты дернулась всем телом, провалившая шампанское на пол. «Черт!» «Неужели я так плохо выгляжу?» Он переходил бокал, не глядя, поставил его на столик и заглянул себе в глаза. «Ты как?» «Я... нормально». На тебя только что чуть не рухнула люстра, Агата. Прости, но я не очень верю в твоё «нормально». «А как я, по-твоему, должна себя чувствовать?» «Ну, не лучшим образом, это определённо. Мне очень хочется тебя поддержать, но я не знаю, как это лучше сделать. Может, ты мне немного поможешь?» «Дай совет, ко мне лучше поступить». «Я... я бы хотела, чтобы меня обняли». Без лишних слов он притянул тебя к своей широкой груди. Его огромные лапищи заключили тебе в непроницаемый твёрдый кокон. Твои пальцы скользнули под ласка на его пиджака, сжали рубашку. Даже стоя на каблуках, ты едва доставал затылком до его подбородка. «Это ведь против правил этикета, да?» «Каких ещё правил? Не знаю никаких правил». Его голос услышал с мягкой улыбкой. Стараясь не нарушить гармонию твоей прически, он принялся поглаживать тебя по волосам. «Агата, как ты до сих пор держишься?» «Держусь. Где я держусь?» «От себя свалилось столько всего, а ты стоишь здесь, красивая, как богиня, и даже не плачешь. Я от всей души хочу узнать секрет твоей стойкости». «Да нет никакого секрета, просто сломаться тоже не выход». Он чуть отстранился и заглянул себе в лицо. Потом, словно заметив что-то краем глаза, повернул голову и вздохнул. «Давай как-нибудь встретимся в менее формальной обстановке». «А давай». И снова эта спокойная улыбка к ополу, накрывающая все тело. «Я запомню, сейчас мне нужно бежать, но позже я обязательно тебя найду». Ты кивнула. Элия, еще раз жав тебя в руках, отошел. Бардак зале постепенно упорядочился. Остатки люстры унесли, и оркестр снова заиграл приятную музыку. Гости не торопивы, расходились на парочки и начинали танцевать. Они продолжают после такого танцевать, я бы стремалась. Стремалась, хотя, в принципе, наверное, там единственная огромная люстра уже упала. В принципе, стремного уже ничего не было. Кристофера не видно, я так невежливо от него убежала. Ни Ева, ни Сэм не показывались. Ты решительно оставила бокал в сторону. «Так, а где тут уборная?» После толпы внизу тишина и уединение коридора стали для тебя сюрпризом. Встав напротив зеркала, ты задумчиво посмотрела на свое отражение. «Умыться бы сейчас». За спиной что-то громко стукнула, ты вздрогнула, оборачиваясь. «А, это ты!» Ты принюхалась и подняла бровь. «Ева, ты что, пьяна?» «Выпила бутылку и чё?» «В смысле, и чё? Мы с тобой на официальном мероприятии. Ты моя помощница, за какого чёрта ты позволяешь себе напиваться?» «Да когда ты успела, в конце концов». «Слышь, ты мне тут не быкуй?» «Думаешь, ты это, с бизнесом и теперь всё, да? Крутая, да?» Она разразилась длинной хлёсткой фразой на русском. «Поняла меня. Вообще-то нет». «Как же вы меня все!» Взвисьгвов она бросилась на тебя, растопырив когтистые пальцы. Чего? Что делать? «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а? Вернуться?» Ты ухнула, швыряя свое тело в сторону. Ева пролетела мимо и едва не шарахнул с головой раковину. Обозлённая девушка неотрезво швынул носом и прошипела. Знала, что не надо ввязываться во всю эту историю. «В каком смысле?» Но Ева, не слушая тебя, снова бросилась в атаку. Надо понять, о чём она говорит, и не умереть при этом, что ли. Ты шагнула назад. Блин, подальше от разъярённой девушки и уперлась спиной в раковину. Нужно её обезвредить каким-то образом. Что делать? Резко опуститься на корточки. Ты резко согнула колени и растопырила руки, как боец с умом. Хорошо, один из верных способов предотвращения драки. Не ожидавшей такой уловки, Ева впечатала с пахом тебе в лицо. Что? Ты измышно лязгала зубами, ударившись подбородком, а что-то твёрдое между её ног. Ох, ну девушка повалилась на пол. Что? Что у неё там, блин? Слегка оглушённая тык грохнулась сверху. Плавающими пьяными движениями Ева замолотила руками по воздуху, пытаясь попасть по тебе. Что делать? Ну, нужно на неё сесть, чтобы она не двигалась. Одним сумайским движением ты рухнул сверху на девушку. Та охнула, попыталась встать, но её руки разъехались под твоим весом. Это ты меня сейчас толстой назвала, да? Прижата к земле твоим телом, Ева чуть утихла, и ты позволила себе расслабиться. Одним удивительно глибким движением Ева стряхнула тебя, и в следующую секунду оказалась сверху, и её ногти потянулись к своему лицу. Что делать? Что будет, если мы обескуражим её? Ты вдруг выгнал с тем телом, и то она застанала, чуя закатывая глаза. Твои пальцы слегка пощекотали же твою же грудь. Под платьем ни черта не чувствую, но хоть для вида. Растерянное лицо Ева можно было изображать, как на какой-нибудь картинке. Она захлопала глазами, а ты резко дёрнула бёдрами, сбрасывая её на пол. Ева и не сопротивлялась, только смотрела на тебя огромными глазищами. Выкрутив ей руки за спину, ты зашипел ей в ухо. А теперь ты мне всё расскажешь. Ева молча, бы их тело извивалась в твоих руках. Честно говоря, что-то я не чувствую, что ей хочется вырваться. Пришлось надавить на запястье, выкручивая их ещё больше. Ай, больно. А будет ещё больнее, психованность зачем-то на меня напала. Ева повернула голову, глядя на тебя почти трезвыми глазами. Потому что ты меня бесишь. Чем же я тебя бешу, позвольте узнать. Тем, что я вынуждена возиться с тобой, как с младенцем. Эй, это твоя работа вообще-то? Черта с два, я вообще к твоей Аннет не имею никакого отношения. Проводки в твоей голове закоротили и искрили. В смысле? В смысле ты дура? Она снова трепыхнулась, и на этот раз ты едва удержала бьющееся тело. Так, конечно, радикально буду решать проблем. Ты сунул руку под юбку Евы, и та возмущённо рикнула. Рывок в твоей руке остался длинная полоса ткани от нижней юбки. А теперь надо вспомнить, как Александр это делал. С трудом, подавляя яростное сопротивление девушки, крепко спеленало её плечи. Второй кусок юбки пошёл на предплечье и запястье. Теперь ты будешь говорить со мной спокойно? Ты пальцами взялась за подбородок Евы, повернула её лицо в бок. Её щёки пылали, как от температуры взгляд был затуманен. Ты вдруг почувствовала себя неловко. Такое ощущение, что ей это нравится. Девушка тяжело дышала, её лопатки слегка дрожали. Эм, Ева, теперь ты будешь отвечать на мои вопросы. Что значит, ты не имеешь к Аннет никакого отношения? Мы немножко обманули вашего Фредерика. Мы? Кто мы? Я и Анна. Вы с ней сговоре? Просто хотели посмотреть на тебя поближе. Понять будешь ли ты нам таким же надёжным партнёром, как была Аннет. Что за чушь? Мы и так работаем, тебе придётся смириться с этим или не работать с нами. Работать с вами уже не хочется. Ева помолчала, глядя на пол. Но последние пять лет большая часть бизнеса Аннет строилась на нас. Мне бы хотелось больше подробностей. Прямо сейчас? А может, ты меня отпустишь для начала? Это точно безопасно? Ева выдохнула всем своим телом, видом демонстрируя покорность. С развязыванием вышли некоторые трудности. И всё же вид, шипящий, разминающий руки Евы, вызвал у тебя приступ внутреннего злорадства. Нечего было на меня нападать. Тебе вообще нельзя пить. Кто тебя допустил к кокоголю? Ой, вы с Саней как сговорились. Она вздохнула и кивнула на выход. Давай спустимся в сад. Не стоит обсуждать такие вещи в туалете. Действительно. В саду. Пускай там кто угодно послушает тоже. Ева выбрала одинокую скамеечку в стороне. Ты присела, недоверчиво поглядывая на девушку. Учитывая, что у неё платье разодрано, в саду сломану. Итак? Итак, ты знаешь, чем занималась своя тётушка? Ну, дорогой мебель, ну, заказ, акциями, инвестициями. Ева следила за тобой хитрою, насмешно шли бы прищуриваясь. Что? Добро пожаловать в реальный мир, деточка. Что Аннет умела делать по-настоящему мастерски, так это скрывать следы. Ни одна налоговая не подкопается, а на деле всё было не так чисто. Она вдруг прищурилась, глядя дальше по дорожке. Твой знакомый? Ты повернул голову и увидела Кристофер. Надо было спровадить его и закончить разговор. Кристофер, прости, я так быстро от тебя убежала. Мужчина остановился перед вами и растерянно улыбнулся. Я просто так испугалась той люстры. Слушай, ты не мог бы принести нам чего-нибудь выпить? Я бы очень хотела сока. И я. Тоже сока. Ты сурово посмотрела девушке в глаза, и Таня охотно скислила под твоим взглядом. Разумеется, как леди пожелает. Бросив на вас ещё один непонятный взгляд, он ушёл в сторону зала. Тебе не показалось, что он как-то странно себя вёл? Мне кажется, этому есть объяснение. Например, люстра, которая чуть не упала нам на голову. Скорее всего, он тоже до сих пор в шкоке. Я его пожал плечами, провожая мужчину взглядом. Ты сказала, у тётушки не было всё так чисто. Мне кажется, ты вообще не интересовалась её делами. Щёки вдруг стали очень горячими, а виска заколола. Я не хочу это обсуждать. Агата, я... Кристофер, ты так быстро. А где напитки? Мужчина замер, его глаза неудоумённые забегали по сторонам. Напитки? Сок, мы же просили сок, Кристофер. Сок, да, сок, сейчас принесу. Чё происходит? Он развернулся и двигался обратно в больную залу. Я... И правда, с ним что-то не так? Твоя собедеседница задумчиво перебрала пальцами по спинке скамьи. Всё, что ты говоришь, не обосновывает твоё нападение на меня. Она мрачно выдохнула лицо, её приобрело какое-то кислое выражение. Мне не нравится, когда меня вознуждают что-то делать. И возиться с тобой меня вынудили. Кто? Моя тётя? Моя бабушка, Анна. Несколько минут ты, мало че, истерично пыталась сопоставить имеющиеся у тебя факты. Твоя бабушка, Анна Попович, партнёр моей Аннет? Верно. И ты не стала... И ты не была помощницей Аннет? Вы с Анной всех обманули? Вы хотели увидеть, насколько я надёжный партнёр? Всё так. Ты что, русская? А ты по русским словам в туалете не поняла. Я выхмыкнулась, забрасывая руку на спинку скамейки. Наполовину мой папа был китайцем. Был? Всё сложно. Дамы, ваш сок. Да что ты всё время тут ходишь? Кристофер, спасибо тебе, я так хотела пить. Ты галантно приняла высокий стакан за врук. Мужчина почему-то ухмыльнулся, широко чешивской улыбкой. Кристофер, меня так неловко тебя беспокоит, но... Можно ананасовый? Ева вдруг оживилась. Ой, я тоже люблю ананасовый. Его улыбка стала ещё шире. Разумеется, дам любой ваш каприз. Без лишних слов он растворился в ночной тишине. Что, блин? Я не понимаю, Ева, почему вы не можете вести бизнес как нормальные люди? Не знаю даже, договариваться словами, например. Что это за детские игры с подстанными лицами и проверками? А как они поймут, что ты нормальный человек? Вот это нелегальный бизнес. Это нелегальный бизнес. Они не могут доверить его каждому встречному. Девушка повела плечами, словно стряхивая пальто. Потому что нас не интересует твой официальный бизнес, Агата. Мы делаем деньги неопринятыми путями. Вот и я про это. Что же это должно значить? Обыватель зовут нас в русской мафеле, но это не так. Мы не занимаемся рэкетом и не обеспечиваем никому крышу. Мы просто работаем, скажем так, в обход официальных каналов. Нет. Что нет? А я не верю, что Аннет принимала в этом участие. Собеседница пожала плечами, сохраняя спокойное выражение лица. Агата, леди, ваш сок. Он протянул тебе стакан, а ты невольно заморкнула. За спиной Кристофера стояла Кристофер и улыбался. Что делать? Ну, конечно, найти этому объяснение. Просто два близнеца, чего непонятного. Либо у меня галлюцинация, либо у вас двое. Кристофер, протягивающий тебе стакан, обернулся Кристоферу, стоящему за его спиной. Опять ты? Нужно не ругаться, а представить меня этим очаровательным леди. Как будто ты сам уже не представился. Нет, ждал тебя. Эй, пацаны, вы либо соберитесь в одного, либо действительно представьтесь. У тебя тоже голова шла кругом. Прошу вас спросить, дамы. Смотя представить вам моего невоспитанного брата Эдвард Кадубен. Эдвард, это очаровательная леди справа, мисс Агата Харрис. А слева... Он слегка замялся и кинул на тебя умоляющий взгляд. Моя помощница, Ева Скай. Дамы, это честь для меня. В качестве приветствия он вручил вам обею стаканы с соком. Вы просите нас, джентльмены, вас так легко перепутать. Неловкая ситуация вышла. Что вы? Я забавлялся от души. Мисс Харрис, это ведь вы, та самая проклятая леди дома Харрис. Удивление на твою лице, видимо, было таким красноречимым, что он рассмеялся. Простите моему брату дратское любопытство. Он сделал большие глаза, призывая родственника к благоразумию. Нет, теперь мне очень интересно. Говорят, при смене главы семейства Харрис всегда происходят всякие несчастья. Мои соболезнования, кстати. Только если глава рода не женат или не замужем. Он толкнул брата локтем, словно уговаривая замолчать. Но я уверена, мисс Харрис с этим вопросом все в порядке. Конечно, у нас выбирай кого хочешь. Хочешь, даже трансгендера можно выбрать. Тогда мисс Харрис просто не повезло, столь устрех не бывает. Мужчина склонен голову, чуть насмешливо сверкая глазами. Мы все несказанно рады, что вы не пострадали. Внезапно губы Евы коснулись твоего уха. Мне увезти их? Ты едва заметно кивнул, вскрыв этот жесть за поправлением локона. Джентльмены, видели ли вы скульптуру в том конце сада? Подхватив обоих под локти, она бодро потащила их прочь от скамейки. Фига какая! Ты выдохнула, обмикая на твердом сидении. Все это... Чушь какая-то! Проклятие! Вам это гадалка нагадала? Телефон сумочки завибрирует, требуя внимания. Алло! Привет, красавица! О, Рэйчел, как там дела? Давай я лично расскажу, ты где? Сижу на скамейке в саду, от входа направо и до конца. Сейчас найду тебя. Через несколько минут Рэйчел аккуратно села на скамейку рядом. Как он? Не хотели вставить ему кляп, потому что он слишком много шутил. А, то есть, как я понимаю, жить он будет. Если врачи его не убьют, то да. Завтра утром он вернется в отель. Ты успокоенно выдохнула и прикрыла глаза. Только сейчас ты почувствовала напряжение, в котором твои плечи держались все это время. Сочувственный взгляд Рэйчел не отрывался от твоего лица. Мне больно видеть тебя в таком состоянии. Она раскрыла руки, как теплые крылья, приглашающие в объятия. Что делать? Ну, конечно же, обвинять Рэйчел, она такая хорошая у нас. Ты с готовностью нырнула в подставленные руки. Она укрыла тебя невидимой теплой оболочкой. Легкий весенний ветер лизнул твои волосы, потрепала Рэйчел за плечо. Ее щека прижималась к твоей голове, чуткие пальцы гладили твое горло. Проведя ногтем вдоль колье, она грустно улыбнулась. Он сделал тебе роскошный подарок. Жаль, что я не подумала поблагодарить его чем-нибудь. Не торопись, еще успеешь. Это не последний наш день вместе. Я надеюсь на это Рэйчел. Я так на это надеюсь. А, ну выброси глупости за головы. Она склонилась к тебе ближе, прижалась в бом к твоему лбу. Что делать? Продолжить объятия. Я не хочу, вот, ну как бы, пускай, у нас будет Александр. Ты снова прямо нырнул в защитный кокон ее рук. Рэйчел не возражал, крепко укутав тебя в объятия. Она прижалась к подбородкам твоей голове. Звезды над вами сонно перемигивались о чем-то своем. Ты медленно дышала, чувствуя ритмичный бой ее сердца. Наконец-то мягко вывремился, ты уже получила хлесткий удар ветра по спине. Из окон бальной зала донесся тонкий скрипичный крик. Если честно, мне не очень хочется оставаться на балу. Мне тоже. Нужно найти Сэма и уезжать. Вы встали и двинулись обратно к зале. Сэма вы нашли довольно быстро, и его мрачное лицо не сулило хороших холостей. Что ты нашел? Ничего в смысле серьезного. Ничего. Такое ощущение, что этот дурацкий трос действительно порвался сам по себе. А что, если так оно и есть? Если так, то это самое дурацкое совпадение за последнее время. Я не очень в это верю. А может, привлечем полицию? Сэм помрачнел еще больше, и ты прикусил язык. Я попробую позвонить Гудману, но... Он покачал головой, задумчиво, уставившись в окно. Сэм, мы с Рейчел хотим в отель. Поехали, а... Мужчина неохотно кинул и снова посмотрел наверх на остатки подвеса люстра. Надеюсь, что это и правда простое дурацкое совпадение. После быстрого созвона с Евой вы двинулись на выход. Перед тем, как покинуть помещение, ты оглянулась на потолок. Красноречивый обрывок цепи, на котором раньше висела люстра, зловеще качался. До сих пор, когда ты проснулась, в комнате было абсолютно тихо. Сквозь марево сна ты попыталась вспомнить, что именно тебя разбудило. В воздухе витал запах гари. В ответ на этот запах твой желудок болезни нажался. Ты несколько раз глубоко вдохнул, выдохнул, стараясь привести мысли в порядок. Никакого пожара, я просто еще не пережила то, что случилось с усовняком. Ты медленно встала и продянул руку включателю лампы. Аж а если что-то из проводки закоротило? Эта мысль заставила твоим внутренним органом сделать небольшой кульбит. Так, спокойно, думай головой, Агата. Ты взяла в руку микрофон и включила фонарик. Надо посмотреть розетки. На дрожащих ногах ты пошла вдоль стены. Внимательно посмотрев, принюхавшись к каждой розетке, ты не нашла ничего подозрительного. Ладно, тогда... Лампы. Забравшись на край кровати, ты начала осматривать люстру. После сегодняшнего происшествия люстра вызывала у тебя безотчетный страх. Убедившись, что люстра в порядке, ты обошла комнату и проверила каждую лампу. Ничего. Ладно, тогда надо посмотреть выключатели. Один за другим ты осматривал все выключатели на каждой стенке. Только выключатель в ванной привлек твое внимание. Его как будто снимали. Может, тут недавно был ремонт? Может, его чинили, но не сумели устранить проблему? Решительным одном головой ты подошла к столику и сняла телефонную трубку. Так, в конце концов, или если у отеля проблема с проводкой, почему я должна страдать? За такие деньги могли бы хоть номера в порядке держать. После трех длинных гудков трубку подняли. Слушаю вас. Доброй ночи, прошу прощения, но у меня здесь пахнет гарью. Гарью? Да, я бы хотела, чтобы это исправили. Что мне делать? Несколько секунд собеседник молчал, а потом вдруг похрипел. Так, гори я! Все волосы на твоем теле стали дымом. Ты отшвырнула от себя трубку, как ядовитую змею. Оттуда сначала раздался странный хрип, а потом короткие гудки. Бежать? Бежать? Куда? Пошли к Сэму, он все-таки у нас подготовленный человек. Когда заспанный Сэм открыл дверь, ты немедленно бросился к нему на грудь. Он еле устоял по твоим напорам. Агата, что случилось? Сэм там горит, и ресепшн где? Ох! Он хватил тебя за плечи, притягивая к себе. Тише, тише, успокойся, дыши, медленно ши, вот так. Что бы ни произошло, Сэм... Это наверняка есть логическое объяснение. Попробуй рассказать мне все в подробностях. Ну, в общем, я проснулась, воняет Гарри, все проверила, позвонила в ресепшн. Он усобидел тебя на своей постели, принес кружку воды. Выслушав твой сбивчивый рассказ, он охмурился и поднялся на ноги. Так, сиди здесь, я пойду проверю. Нет. Не раздумывая, ты высыпилась в его запястье, я тут же смутилась. Не оставляй меня одну. Он тут же опустился обратно и заглянул тебе в глаза. Ты здесь в безопасности, это моя комната. Да, я понимаю, но... Ты жалобно уставился на него, кусая губы, Сэм вздохнул. Ладно. Он задумчиво окинул взглядом в комнату и остановился на кресле. Он думает спать на кресле? Не хочет меня смущать? Что делать? Да пускай спит с нами, какая разница. Сэм, тем более мы с ним уже спали. Во всех смыслах этого слова. А? Мне будет спокойнее, если ты будешь спать рядом. Какое-то время он молчал, а потом подошел к краю кровати. Справа или слева? Слева. Он послушно улегся справа и после секундного размышления протянул тебе левую руку. Ты за готовность нырнула в его подмышку и уютно устроила голову у него на плече. Сильная мужская рука обняла твое плечо, притягивая ближе. Казалось, после пережитого ты не сможешь уснуть всю ночь, но... Стук его сердца так быстро и качественно убаюкнул тебя, что ты не заметила, как уснула. За несколько мгновений до того, как погрузиться в сон, ты как будто снова услышала хриплый голос из трубки. Так, Гарри. Достаточно неплохая и интересная серия. Мы узнали, что нас, оказывается, проверяли и кто-то хочет нас свести с ума. Я не думаю, что это какие-то там повороты судьбы, несчастные случаи и так далее. Кто-то специально пытается свести нас с ума. Возможно, вот не пытается даже убить, а именно свести с ума, чтобы ты, блин, настолько хреневал от происходящего, что кукуха поехала и уехала в дом для душевнобольных. Если вам понравилась эта серия, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Не забывайте делать колокольчик серым, чтобы не просить новые серии Клуба Романтики. Всем до встречи, всем пока!